Родители умерли. И вот когда родители умерли, а хозяйство было большое, богатое, он все это продал. И вот тут началась его известная всем нашим благотворительность, его благие дела. Он стал помогать людям, которые нуждались в этой помощи. Самый известный, вы сами знаете, почему самый известный, потому что от этого пошли вот эти подарки новогодние. Когда он в трех мешочках бросил золото вот этому человеку, который был в большой нужде и спас от позора как раз его дочек, которые получили приданное как раз от священника Николая. Ну а сегодня, дорогие братья и сестры, мы слышали с вами Евангелие о чуде, которое совершил Господь наш Иисус Христос. Это исцеление десяти прокаженных. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с воскресным праздничным днем вас сердечно поздравляем, дорогие братья и сестры, неделя 26 по Пятидесятнице. Дорогие братья и сестры, мы с вами говорили о том, что 22 декабря, а это среда следующей седмицы, церковь будет вспоминать чудо, которое совершил Господь Бог, нас ради человека и нашего ради спасения. Зачатие преподобной Анны, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. Вообще, рождение самого ребенка, зачатие его, это чудо, к которому мы уже просто настолько привыкли, что не обращаем на это внимания. Это само собой разумеющееся. Родные мои, а ведь откуда ребенок-то получается? Какие-то микроскопические две частички объединяются. То есть, пустота, ничего нету. И вдруг из этой пустоты, по программе, которую задал Господь Бог при творении всего мира и человека, в том числе, начинают появляться косточки, потом плотью они обликаются, и появляется человек, в тело, в тельце которого Господь вдыхает бессмертную душу. Это чудо само по себе. В среду мы будем вспоминать, почему особо этот момент зачатия. Ну, во-первых, оно не могло никак совершиться, потому что Анна была бесплодна, и у нее просто физического не было организма, который мог бы содействовать рождению ребенка. И второе, она была в весьма преклонном возрасте, то есть совершилось чудо. Но чудо-то это совершилось, еще раз повторюсь, нас ради человека, нашего ради спасения. Ибо от нее действительно родится честнейший Херувим и славнейший, без сравнения, Серафим, Пресвятая Владычица Наша Богородица. Потому что, дорогие братья и сестры, именно в ее плоти, Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы, Сын Божий воспримет человеческую плоть и станет и Сыном Человеческим, опять же человеческим, нас ради человека и нашего ради спасения. Итак, в среду зачатие Пресвятой Владычи нашей Богородицы Праведной Анной, святые Праведными Иоаким и Анны. Анна, молите Бога о нас! А в субботу, дорогие братья и сестры, Святая Православная Церковь чтит память святителя Спиридона, епископа Тремифунского. Богу было угодно, чтобы вот этот святой и почитание его особо распространилось именно на Святой Руси. И мы с вами знаем, что в последнее время особенно почитается православными в Русской Православной Церкви святитель Спиридон Тремифунский. И сколько церквей, родные мои, освящается, иконы в каждом храме святителя Спиридона. Сколько сейчас на Корфу, там где хранятся мощи святителя, приезжает паломников из Святой Руси, то есть из России, Украины, из Беларуси, почитающие этого святого. И, конечно, мы с вами радуемся, потому что в нашем втором Минском городском благочине, а это Фрунгельский район города Минска, также уже действует, уже много лет действует приход, который будет, ну, носит имя пока, а потом уже храм, когда построится, то будет освящаться во имя святителя Спиридона и епископа Тремифунского. Сейчас они на Богдановича, многие из вас это знают, некоторые не знают этого, на Богдановича они в домовой церковке, там арендуется помещение, служат. Но, родные мои, летом сего года владыка-метрополит Вениамин осветил поклонный крест, уже земля отведена для этого прихода, причем большой участок, там очень деятельный такой, современный, сучастный такой настоятель, отец Александр Пачевский, которому удалось большой очень земельный участок взять, причем в великолепном месте. Ну и буквально в прошлом месяце был освящен уже, то есть летом только крест был освящен, еще ничего не начались, работа, а уже фундаменты под первый деревянный храм временный, ну, не временный, наверное, скорее всего, оставится, потому что красивая архитектура его, этого деревянного храма. И под часовню уже были освящены фундаменты, и владыка-метрополит Вениамин заложил туда уже памятные капсулы, вот как раз вот эти строения. Я хочу обратиться, у нас много людей новых, что наш приход имеет интернет-ресурс, то есть сайт свой, адрес его очень простой, sobor.bi, sobor.bi. Вот там рассказывается обо всех этих событиях, вот там можно посмотреть, как освящался крест поклонный, вот как раз в приходе с Перидона Тремифунского, и потом уже закладывались вот эти капсулы, там все это есть. Кто еще не видел, пожалуйста, заходите, там новости и нашего с вами прихода, и нашего с вами второго Минского городского благочиния, а также все важные, важнейшие новости, общие для всей нашей Белорусской Православной Церкви. И если кто-то заглядывает на интернет-ресурс нашего экзерхата белорусского, то есть Churchby, кто заглядывал, посмотрите внизу на ссылки, там три ссылки всего лишь. Одна на Патриархию, да, вторая на Украинскую Православную Церковь, а третья на кого, как вы думаете? На нас, на наш сайт, то есть на наш информационный ресурс. Посмотрите, там все это есть. А сегодня, родные, мы радуемся тому, что такое огромное количество людей сегодня присутствовало за богослужением, потому что настолько почитаем святитель Николай Чудотворец на Руси святой, что, вы знаете, и на ранней литургии был полный храм наш, огромное количество людей, очень большое количество людей причащалось. И вот сейчас на поздний мы тоже радуемся, что такое большое количество людей пришло. Ну и так, мы скажем так, святитель Николай Чудотворец собрал нас всех вместе, чтобы побыть вместе с нами. А мы с ним сегодня возрадовались вот тому, до неупоминовения его. Но сегодня поминается отшествие его из мира сего. Это, ну, говорят так, 335 год, около 335 или около 345 года. То есть, ученые еще пока там как-то так расходятся во мнении. Но нас это не интересует. Первая половина IV века. Напомню вам, буквально, все знают, наверное, его житие, но немножко напомню. Родился в городе Потары. Это Ликийская область в Малой Азии. Сейчас это Анталия, область Анталии в Турции. Тогда это было место как бы греческое, где там греки жили испокон веков. Ну, а и Римская империя, это было частью Римской империи, до того, как турки-османы пришли и сарацины, и вытеснили греков из этой местности. Но вот в этом городе Потары жила семья, где родился как раз Николай. Николай, если сделать перевод, это победитель народов. Ну, так, в принципе, и получилось у этого удивительного человека. Но семья была зажиточная, богатая, знатная семья. А дядя его как раз, Николай тоже, в честь его как раз дяди, назвали этого родившегося младенца. Он был епископом в городе Потары. Но вот Николай, будучи мальчиком еще, а потом юношей, он был очень такой сосредоточенный, серьезный. Его дразнили старцем, сверстники. Он приходил в церковь, очень любил церковные службы, поэтому приходил заранее, еще не открывалась церковь, ждал, пока откроется. Ну, а потом, когда закрывали, он уже выходил из церкви. Священное писание, настольная книга его была и так далее. Этот дядя увидел это. И тогда с родителями имел разговор, что понятно, что Николай явно не будет вести мирскую жизнь, явно идет по духовной линии. Родители согласились. Он помогал дяде в службе, и чтецом был, и подьяконом был, и так далее. А затем уже, когда возраст уже приспел, ну, тогда дядя его рукоположил в дьякона, потом его священники. Причем он был помощником у епископа Николая Потарского. Когда тот вынужден был по каким-то делам оставлять епархию, он оставлял за себя руководить епархией как раз Николая. И он весьма хорошо справлялся с этими административными обязанностями. То есть у него много даров было. Наверное, вы помните, что избирался епископ в столице Ликийской земли, это в городе Миры, потому что он скончался. И в IV веке это так и делалось. Родные мои, в IV веке приход выбирал себе священника, приход. И даже епископов выбирал приход, прихожане. И вот тогда начали искать замену почившему архиепископу главе церкви в городе Миры. Ну и никак не могли к единомыслию прийти. И тогда был их глаз, и было сказано им, что тот, кто завтра придет первый в церковь, а имя, если ему будет Николай, вот этот и будет у вас архиепископ. Поэтому священник Николай, с детства привыкший первым приходить в храм, когда он еще закрыт, вот он первый и зашел. Так он получил Божие благословения на архиепископского. Родители умерли. И вот когда родители умерли, а хозяйство было большое, богатое, он все это продал. И вот тут началась его известная всем нашим благотворительность, его благие дела. Он стал помогать людям, которые нуждались в этой помощи. Самый известный, вы сами знаете, почему самое известное, потому что от этого пошли вот эти подарки новогодние. Когда он в трех мешочках бросил золото вот этому человеку, который был в большой нужде и спас от позора как раз вот его дочек, которые получили приданы вот как раз от священника Николая. Ну, а вы знаете, опять же, из жития он проявил себя и во время морских путешествий, там, спасал людей, оживил даже и моряка погибшего, и еще одного моряка погибшего. Ну, вот поэтому сегодня вы сами знаете, когда вы садитесь в машину, даже в такси человека верующего, там обязательно иконки, где Господь наш Христос, Пресвятая Богородица, и Николай Чудотворец, который покровительствует путешествующим. Почему мы и молимся Ему, когда сами начинаем путешествовать или кто-то из наших родных путешествует. Вот такие чудеса творил, благие дела творил Николай, священник. Ну, а мы с вами знаем, когда он почил, а этот день мы сегодня поминаем, совершенно иное уже в иных масштабах эта помощь начала им оказываться. Ну, и, дорогие мои, опять же, он помогал тем людям, которые, ну, в Ликийской, сначала в городе Миры были, он помогал, и к нему шли многие-многие люди за духовным советом по духовной жизни, а затем вся Ликийская земля, а потом вся Малая Азия, кто-то стал приезжать. Но, родные мои, когда он освободился вот от этого физического своего тела, то сегодня, родные мои, во всех храмах Русской Православной Церкви, да не только Русской Православной Церкви, а и во всех православных церквах и в католических церквах возносят молитвы к святителю Николаю Чадотворцу. И вместо того, чтобы выслушать одного человека, он одновременно сейчас слышит миллионы людей, миллионы, родные мои, и почему мы к нему обращаемся? Да вот только что молитва прозвучала здесь. Именно потому, что он скорый, он слышит нас с вами, и скорый помощник в наших просьбах к нему. Святитель Отче Николы, моли Бога о нас. Ну, а сегодня, дорогие братья и сестры, мы слышали с вами Евангелие о чуде, которое совершил Господь наш Иисус Христос. Это исцеление десяти прокаженных. Когда-то мы подробно говорили, но я повторю то, о чем мы говорили. Первое. Проказа. Проказа – это страшная, заразная болезнь, родные мои. Человек заживо гниет просто-напросто. Отпадают части тела, пальцы там, не знаю, вытекают глаза. Это страшная болезнь. Но страшность ее состоит в том, что она заразная. И поэтому мы знаем из истории, что во времена, когда Господь наш Иисус Христос был здесь, на этой земле, то как раз в Иудее, вообще в Палестине, вот здесь, в этом как раз участке земли, как раз очень много было больных проказы. Очень много. Обычно их помещали в каком-то низменном месте, то есть, ну, в каком-то овраге, для того, чтобы ветер не разносил вот эту заразу куда-то за габариты этого, предположим, оврага. Им запрещалось мыться или пить из проточной воды, чтобы если там внизу по течению ручей Кай или реки были селения, чтобы люди не заразились. Они ходили в черных одеждах, причем с колокольчик звенел, или трещоткой даже, или просто кричали. Нечистый, нечистый, нечистый. То есть, оберегали людей от того, чтобы они не заразились. Ну и кроме того, они были изолированы от общества, и если, не дай Бог, появлялись в каком-то селении, их побивали камнями, просто убивали и так далее. То есть, это было такое вот страшное тогда явление. Эта болезнь, кстати, она была и в Европе. В средние века она косила тоже людей, но потом чума пришла в Европу, которая опустошила Европу средневековую, и она как бы победила эту болезнь, чума, потому что она воздействовала на людей с ослабленным организмом, а вот все эти прокаженные, они были, естественно, с ослабленным организмом, и они погибли чуть ли не первые от чумы. Сейчас немного больных в Европе. Есть такие лепризории, называется, где изолируют этих людей. Но в основном это болезнь сейчас там, где отсутствует гигиена, санитария. Это что? Ну, Азия, Индия, вы все прекрасно понимаете, Африка, ну, или Латинская Америка, там вот эти вот средние государства и так далее. Так вот, во времена Господа Иисуса Христа таких больных были тысячи людей, но только десять из них пошли на дорогу, недалеко от селения, как сказано было, в селение они не могли войти никак, вдалече от селения они стояли, потому что знали, по какой дороге Иисус из Назарета вместе с учениками из Галилеи шли через Самарию, туда, в Иерусалим. Вот там они стояли и ждали Иисуса из Назарета, я подчеркиваю это. И, как мы с вами знаем, когда Господь проходил, они стали кричать, Иисус наставник, помилуй нас, не Иисус, сын Давидов. И еще к этому не дошли. Иисус наставник, пока учитель. Мы понимаем, что действительно слухи об этом учителе, удивительном человеке, который в Назарете появился, который стерял неисцелимо больных, дошел, естественно, для этих болящих, несчастных людей, которые где-то были изолированы от общества. Конечно, дошло. И именно эти 10 людей пришли сюда, будучи уверенными, зная, что Иисус из Назарета им поможет. Иисусе наставниче, помилуй нас, кричали они. Господь ничего не спросил у них, как мы с вами знаем. Здесь я хочу, чтобы мы поняли, родные мои, Господь, Бог есть любовь, Сын Божий есть любовь. Он очень сочувствовал всем больным людям. И как мы с вами знаем, помните, 7 тысяч людей собралось, 5 тысяч людей собралось его послушать. Шли долго к нему, чтобы под палящим солнцем, когда он в горы аж ушел, и они пришли к нему. Он пожалел их, потому что он любит их. И, родные мои, мы тут себя можем проверить. А мы любим ли или нет? Или просто декларируем, говорим, я люблю всех людей. Любовь без сострадания, сопереживания – это не любовь. Это не любовь. Это просто слова пустые. И Господь сопереживал этим людям. И, как сказано, Он всех, кто пришел тогда к нему, всех исцелял. И это неоднократно. Вот сегодня мы апостольское чтение как раз заповеди блаженства слышали, там же сказано со всех концов земли уже не только из Иудеи, и Галилеи, и Самарии, а даже из Десятиградии там масса людей собиралась. И Господь первое, что делал, сделал, мы слышали сегодня, исцелил всех их больных по своей любви к людям. И только некоторым людям Он говорил, как вот сегодняшнему исцеленному, прокаженному человеку, который припал к нему ногам и благодарил его за то, что он его исцелил. Он понял, кто это сделал. Стань, иди, вера твоя спасла тебя. Кровоточивой женщине, Господь сказал, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Закхею, Господь сказал, сегодня спасение всему, дому всему. Почему так? Он этим людям так говорил, родные мои. Мы понимаем с вами, почему. А кто были первые христиане? Откуда первые христиане взялись-то вообще-то? Это именно те, которым Господь сказал, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Она же еще живая была, и, наверное, она же могла согрешить, отпасть от веры или нет. Но Господь в сердце ведет, прекрасно понимал, не отпадет. И это были первые христиане, которые претерпели потом гонение и самую смерть Христа ради. А вот других людей, даже, помните, был парализованный такой, в расслабленной около купели лежал. Господь его пожалел тоже, увидев, сколько лет он мучился и так далее. Он и исцелил его. Но потом, когда он его встретил в Иерусалимском храме, что он ему сказал? Смотри, не греши больше, а то тебе еще хуже будет. То есть, по своей любви он его, этого человека, исцелил, потому что ему жалко было, что он столько лет лежал, никто его не мог опустить в купель, чтобы исцелиться. Он его исцелил. Но он понимал, чем он кончит этот человек. И предание говорит, что это именно тот человек, который выслуживался перед священниками, когда перед священник допрашивал Господа нашего и Святого Христа, и он его ударил по ланите. Помните, по щеке ударил его. Господь ему тогда сказал. Это вот предание говорит, что это он и был. То есть, Господь знал, что этот человек погибнет. «Смотри, не греши больше, ибо хуже тебе даже будет». Что может быть хуже лежать парализованным, беспомощным человеком? А хуже будет в вечности, что ты будешь не в том месте, где плач искрежет зубов. И это надо помнить. Сегодня же Господь сказал вот этим десяти прокаженным людям, которые настойчиво кричали к нему, «Идите, покажитесь священникам». Мы с вами знаем, что когда человек больной был в Иудее, да, и когда выздоравливал, естественно, для любого верующего Иудея это было принести жертву, благодарение Господу Богу в Иерусалимском храме. И Господь сказал им, «Идите и покажитесь священникам». Но они-то пошли больные, они не выздоровели, Господь их не вылечил. Они пошли больные. А представьте себе, вот они больные идут, никто из них не засомневался, не остался на месте, потому что они куда шли? К воротам Иерусалима. Вот там стоит стража, вот там торговцы, там караван туда идет, назад идет, люди ходят, и идут прокаженные. Какая их ждет судьба? Убьют. Они ни в коем случае не должны были появляться там, где много людей собиралось. А они пошли. Они, несмотря на это, пошли. Это тоже испытание от Господа веры. Потому что, если взяли за плуг, Христос сказал, и мы пошли за ним. И не оглядываемся назад, потому что колеблющийся не достоин того, чтобы Господь ему помогал. Они пошли. И по дороге поняли, что они очистились все. Ну вот, как мы с вами знаем, один человек, поняв, причем самарянин, когда он понял, что он исцелился, он вернулся и благодарил Господа Бога. А остальные девять. А остальные девять сделали то, что сказал им как раз Иисус из Назарета. Идите, покажитесь священникам. Они пришли в храм, принесли жертву, показали священнику свидетельствие о том, что они исцелились. И пошли куда? По домам. И теперь представьте, вот сидит семья, ужинает, и вдруг отец, сын, муж, я не знаю, вдруг открывается дверь, и он здоровый заходит. А ведь его уже похоронили, уже пострадали все, что кончина ясна. И вдруг он здоровый заходит. Какое счастье для них. И вот он приходит к своей семье и начинает жить так, как и все остальные люди вокруг. И растворяется в миру. А Господь говорил, вы не от мира сего. И только один вернулся. И тут Господь сказал удивительные слова. А что же, ведь десять исцелились. Почему девять не пришло остальных? Но они выполнили слова Христа Спасителя. Им достаточно было того, что они исцелились. Они о спасении совсем не думали. Да, они остались там. Теперь вопрос такой. А почему Господь сделал такое замечание? А ведь это замечание не этим девяти людям, а нам с вами. Каждое до скончания века мы будем слышать этот укор Господа верующим в Него людям. Почему не пришли и не возблагодарили? Почему нет благодарности? А мы должны, родные мои, и мы должны тут понять, Господь Бог в нашей благодарности не нуждается. Он не нуждается в нашей благодарности. Это мы нуждаемся в благодарении Ему. Потому что в этом случае мы понимаем, что все от Него, что и здоровье наше, и все, что у нас в жизни происходит, это все от Него. И мы должны благодарить Его, понимая, что Он делает все, чтобы нас с вами спасти. Может быть, трудная наша жизнь, не складывается, одни горести и так далее. Но, родные мои, если мы вспомним первых христиан или наших новомучеников, зачем они тогда погибали в Христораде? Вот они затем и погибали, потому что это истина, и за эту истину надо было пострадать. И вот они получили эти венцы мученические. То есть они, цель Господа, привести нас в вечности к Нему. То есть, чтобы мы были в том месте, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Ни смерти нету, ничего. Вечная жизнь с Господом Богом. Мы должны это осознать. И вообще вот структура наших с вами домашних молитв и вообще службы в храмах, она одинаковая. То есть это славословие, благодарение и прошение. Славословие, благодарение и прошение. Давайте посмотрите вечерние молитвы или утренние, и там слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Мы славу воздаем Господу, Богу. И прошение. Прошения обязательно должны быть. Помните, как сказано? Это пример вот этих сегодняшних десяти прокаженных. Они же кричали, Иисус наставничий, помилуй нас. Позже уже, когда понимали, что стали принимать Его минимум как пророка, а даже как мессию, Иисусе, Сыне Давидов, помилуй нас. Ну, а это, в принципе, Иисусова молитва. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Потому что мы, христиане, последних времен, и нам открыто, что Он-то был не просто наставник, который появился из Назарета, или действительно Мессия. Он Сын Божий. Нам это открыто. Поэтому Иисусова молитва, которую мы слышали в первичной, можно сказать, форме вот этих десяти прокаженных, мы сегодня услышали. Но и нам четко сказано. «Просите, просите и дастся от вам, ищите и обрящите, стучите, и тогда отворится вам дверь в Царствие Небесное». То есть действуйте, просите, и как апостол Яков, я все время это повторяю, как он говорил, хотите, чтобы что-то получить в жизни, в этой нашей, и не получаете, потому что не просите. Он прямо говорил, молитесь, проситесь, и настойчиво стучите, стучите, тогда отворится. А то так вот сейчас бы сказали этим десяти прокаженным. А они не исцелились, пошли в город Иерусалим, и кто-то сказал из них, ну что я пойду, меня там убьют. И повернулся бы и ушел, и остался бы неисцеленным. Нет, шел, взялся за плуг, и пошел за Господом нашим Иисусом Христом. Вот такое сегодняшнее Евангелие, очень важное для нас. Господи и Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Иисусова молитва спасительная для нас. Спаси и сохрани вас Господь, дорогие братья и сестры, еще раз с праздничным воскресным днем, ну и с поминовением Николая, архиепископа Меликийского, чудотворца. Вон, наверное, большая такая икона у нас там. Да в каждой, да тут, наверное, еще есть икона. Я что-то уже... Да, я думаю, что еще есть икона. А, вот она, прямо напротив меня. Икона, это Никола Летний, мы там видим. Есть Никола, там Никола Зимний, у Шапцы, как народ говорит, в Митре. А там Никола Летний, без Шапцы. Спаси и сохрани вас Господь. Причастников поздравляем с принятием танк крестовых. Выслушаем благодарственные молитвы. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!